Дорожный патруль представляет Хроника преступлений, автокатастроф, пожаров и несчастных случаев Комментарии работников ГИБДД Свидетельство очевидцев Последние сводки происшествий Официальный спонсор программы Компания Ликви Моли Элитная автохимия из Германии На Жигулевской улице обнаружен труп мужчины Днем к коменданту общежития Принадлежащего фирме Уют Обратились жильцы пятого этажа Они сообщили, что из 155 комнаты В последние дни исходит резкий неприятный запах Дверь изнутри закрыта на ключ И на стук никто не отзывается Дверь пришлось взломать Войдя в комнату, коменданты соседи Обнаружили на полу труп мужчины Как позже выяснили эксперты Проживавший здесь 52-летний Геннадий Прохоров Скончался примерно 5 дней назад В результате отравления угарным газом Диван и лежавшие на нем постельные принадлежности Носили следы пожара По словам соседей, Прохоров часто выпивал Но вел себя тихо В общежитии почти ни с кем не общался Он был плотником, однако постоянно нигде не работал Последний раз его видели в конце прошлой недели Прохоров купил водки И возвращался к себе в комнату Как полагают сотрудники милиции Он выпил и заснул с непотушенной сигаретой Вскоре возник пожар Тлевшая обивка дивана выделяла много дыма И мужчина задохнулся Через какое-то время огонь сам по себе погас В Казанском переулке совершено убийство Днем пожилая женщина вернулась домой из магазина И увидела, что входная дверь ее квартиры открыта На полу в комнате она обнаружила труп своего мужа 65-летнего Анатолия Григоровича Смерть наступила в результате удушения Все вещи в комнатах были перевернуты По версии оперативников На квартиру было совершено разбойное нападение Мужчина, видимо, сам открыл дверь преступникам Его связали, а чтобы выяснить, где хранятся деньги Начали сбивать, сломали несколько ребер Потом преступники задушили хозяина И скрылись на грабленном Соседи рассказали, что никаких криков из квартиры не доносилось Шума не было никакого Никакого шума не было А так, что мало что мы делаем Кладби, иногда его забиваем Или что-нибудь Ну, пришлось, что у нас 42 года прожили Никогда не было срода такого А незнакомые люди никакие здесь? Не находились, нет? Откуда я знаю? Что я, караули что ли стою? По словам жильцов дома Ни у кого из членов семьи Григоровичей Не было больших доходов Они вдвоем с женой проживали в квартире? Ну, еще сын у них, да, Володя А сын чем занимался? Где-то он на стройке работал, электриком А они оба пенсионеры? Пенсионеры, да А до этого где работали? Валя, она работала в первой городской больнице А он тоже где-то на стройке, я не знаю, где он работает На заводе на каком-то Точно не знаю Они давно здесь живут? Ну, вот я 30 лет живу Да, все время Никогда они не дрались Никогда У них никакого шума никогда не было Он такой работящий Все это в доме сделал Он очень хороший человек Я даже не знаю, кому это понадобилось По факту убийства Сотрудниками прокуратуры Возбуждено уголовное дело На Малой Сухаревской площади Произошло дорожно-транспортное происшествие Пострадал один человек Вечером автомобиль Таврия врезался в Жигули восьмой модели Восьмерка ехала по Садовому кольцу В сторону станции метро Маяковская в левом ряду На Малой Сухаревской площади Находившийся за рулем Жигулей Сергей Гладков Не справился с управлением Машину развернуло и вынесло на полосу встречного движения Там в Жигули врезалась Таврия Ехавшая в сторону проспекта Мира В результате аварии водитель Таврия Получил сотрясение мозга У него было сильно разбито лицо Пострадавшего отправили в первую градскую больницу Водитель Жигулей отделался ушибами Он утверждает, что не виноват случившимся Скорость была как скорость потока Не думаю, что большая, потому что машин было много И подрезал какая-то японка маленькая Как кажется мне Потому что маленькая точно Вот, затормозил, крутанул и вынесло На встречный полосу Показания водителя восьмерки о подрезавшей его иномарке Проверяются Но по мнению инспекторов ДПС Виновником аварии является он сам Потому что неправильно выбрал скоростной режим И проявил невнимательность Автосигнализация Пантера СЛК Защита от захвата На Алтуфьевском шоссе Произошло дорожно-транспортное происшествие Пострадавших нет В два часа ночи автомобиль Жигули четвертой модели Врезался в Жигули пятой модели Четверка ехала по Алтуфьевскому шоссе В сторону центра По словам очевидцев Скорость автомобиля была около 80 км в час В районе дома номер 41 Водитель начал перестраиваться в правый ряд И врезался в двигавшуюся параллельно пятерку От удара Жигули пятой модели Развернула на проезжей части Машина отлетела к обочине После этого она перескочила через бордюрный камень Проломила металлическое ограждение И задней частью кузова Врезалась в мачту городского освещения Четверка после аварии остановилась Затем водитель видимо решил скрыться И машина опять на высокой скорости Поехала в сторону центра Валентин Богма Находившийся за рулем пятерки Во время аварии не пострадал Он остановил проезжавшую мимо машину Объяснил водителю ситуацию И попросил догнать нарушителя Сделать это удалось только через полтора километра В проектируемом проезде Четверка застряла в сугробе На стоянке перед магазином Как оказалось управлявший Жигулями Четвертой модели Олег Киреев Находился в состоянии Сильного алкогольного опьянения Сначала он бросив машину Пытался убежать Но его догнали и удерживали До приезда вызванных на место происшествия Инспекторов дорожно-патрульной службы Сотрудники милиции с трудом Усадили пьяного водителя В патрульный автомобиль Обычно я всегда вожу машину Хорошо Но в этот раз Я не ожидал Что-то кого-то стукнуть Что вам помешало? В принципе ничего Просто не справился с управлением В принципе я уже покойник Почему же? Такие пессимистические прогнозы Потому что машина разбита А машина куплена Не на мои деньги Не на мои Заработаете? Ага Две тысячи Баксов Чуть позже инспекторы дорожно-патрульной службы Обнаружили и изъяли у Олега Киреева Большой складной нож Которому он пытался прямо в патрульной машине Вскрыть себе вены Для дальнейшего разбирательства Мужчину отправили В ближайшее отделение милиции Водитель четверки находится В явно подавленном состоянии Он не в подавленном Он в поддатом состоянии Будем так говорить Правильнее всего А я уже замерзся Так еще колотит Так меня Конечно Понервничал Собственно говоря Успел уже попрощаться с родными Слава Богу Живо-здорово Дай там Бог Была бы жизнь А железки Бог с ними В проезде Альминского Произошло дорожно-транспортное происшествие Пострадавших нет Днем автомобиль Хонда Столкнулся с джипом Сузуки Джип стоял у ворот Центрального проектного института Водитель по карте Пытался найти нужный адрес В это время На стоянку заехал Автомобиль Хонда Находившаяся за рулем девушка Видимо пыталась развернуться И покасательно задела джип В результате столкновения У легковой машины Была разбита фара А у джипа Поврежден бампер По мнению инспекторов Дорожно-патрульной службы Авария произошла Из-за неопытности Водителя Хонды На Ярославском шоссе Произошло дорожно-транспортное происшествие Один человек погиб В два часа дня Грузовой автомобиль Мерседес совершил Наезд на пешехода Машина ехала По Ярославскому шоссе В сторону области Около пикета ДПС Водитель начал разворачиваться Неожиданно он почувствовал Что правые колеса Грузовика подбросило Водитель остановил машину И вышел из кабины На проезжей части Лежал пожилой мужчина От полученных травм Он скончался на месте По словам находившегося За рулем грузовика Анатолия Астахова Он начал разворачиваться На зеленый сигнал светофора А пешехода Около машины не видел Вы практически Начиная движение Его не видели? Нет Вот я говорю В том-то и оно И даже эти водители Которые стояли вот на проекте Ну если бы они его видели Тоже моргнули Как страшно Предварительно наезд Произошел по вине пешехода Переходившего дорогу В неустановленном месте 287-27-43 Дорожный патруль Автомобильные аудиосистемы Пролоджи Безупречный звук Только добавь автомобиль Так мастера вызывали? Футбол не показывает И курицу не жарит Починим Теперь готовит И показывает Но хитомастер А Айсберг 723-723-0 Автозалоны Эликсполюс Для Москвы и Подмосковья Всего за один час Вы ставите автомобильный учет В ГИБДД И уезжаете на машине с номерами Эликсполюс Вас за час И на марке тоже Абитары Декораму Предлагает элитные коллекции Изысканных предметов Роскошь и очарование аксессуаров Придадут вашему дому Неповторимую индивидуальность Абитары Декораму Стиль вашего дома От шикарной до неброской Обувь на автозаводской Но очень большой обувной центр Абитары Декораму Абитары Декораму Абитары Декораму Абитары Декораму